Привет всем любителям фокуса! С вами, как всегда, Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня я расскажу вам самый главный секрет фокусника. Он на самом деле очень и очень прост. Все, что вам нужно делать, если вы покупаете колоду карт, это просто брать стандартные карты. В принципе, все. На этом видео можно закрывать. Но если вы хотите послушать более подробно, и если вы хотите также полюбоваться лесом, природой, интересными кадрами, то можете продолжить смотреть это видео. И я надеюсь, оно вам понравится. Если вы хотите, чтобы такие видео были чаще, обязательно поставьте лайк. Ну и, конечно же, чтобы их не пропустить, подпишитесь на этот канал. Ну и мы сейчас начнем рассматривать все виды колод основные. Я расскажу, какими стоит пользоваться, а какими не стоит, если вы именно показываете фокус. И всегда держите в голове именно эту вещь. Сейчас в руках я держу колоду Bicycle Standard. Это самая популярная, самая, так скажем, попсовая колода для фокусов. Ей пользуются абсолютно все. Известные иллюзионисты, новички, любители, многие блогеры, которые занимаются фокусами. Потому что это самый лучший вариант за свои деньги. То есть, если мы берем именно деньги, качество, это Bicycle Standard. Вы ни за что не переплачиваете. Это хорошая, отличная колода, которая выполнит все, что вам нужно для удобного показа фокусов. Когда я говорю колода Bicycle, есть частные случаи. Сейчас расскажу, о чем я. Дело в том, что Bicycle выпускает не только стандартные карты. Также есть карты, где написано Rider Back. И эти карты также идеально подходят для фокусов. Они существуют в различных вариациях и цветах. Допустим, если стандартные карты есть в красном и синем цвете, и также еще есть черные вариации, то Rider Back существует в огромном количестве цветов. Их больше 12, если я правильно помню. При этом они все идеально подходят для фокусов, и они полностью идентичны. Единственное отличие – это цвет. Но также у Bicycle есть дизайнерские колоды. И в этот момент многие начинают, когда занимаются фокусами, скупать эти колоды, потому что они красивые, они крутые. Но не все так просто. Многие люди упускают очень важные детали. Прежде чем мы перейдем именно к дизайнерским картам, хотелось бы еще остановиться на такой очень важной вещи, как бумажные карты и пластиковые карты. Дело в том, что многие используют пластиковые карты для показа фокусов, что абсолютно неправильно. То есть, смотрите, у нас есть пластиковые карты. В чем их плюс? Они долговечные, даже дешевые пластиковые карты прослужат вам очень долго. Но в основном их нужно использовать для игр, потому что… Вы знаете, да, как играют люди? Они сгибают карты, мнут в руках и так далее. Соответственно, с пластиком ничего не случится, а от бумаги настанет конец. Но, опять же, для фокусов пластиковые карты не подходят, как минимум потому, что они издают не очень нужные, так сказать, нам звуки. То есть, в момент, когда вы делаете какую-то технику, они могут издать звук и вы спалитесь. Это как минимум. Плюс у них нет покрытия. То есть, у этих карт нет покрытия. Соответственно, это не сделать ленту, не сделать веер, не сделать какие-то техники, в которых используется лента или веер. Опять же, соответственно, вы уже ограничиваете себя в показе фокусов. И, опять же, есть дешевые пластиковые карты, которые продаются в сувенирных ларьках и так далее. Есть, допустим, дорогие пластиковые карты, такие как Bicycle Prestige. То есть, это карты фирмы Bicycle, при этом они пластиковые. И вот ими можно в теории показывать фокусы, но здесь все также те же самые проблемы. То есть, нет покрытия, соответственно, отсутствует лента, веера и прочее. То есть, в теории ими можно показывать фокусы, но зачем вам ограничивать себя? Вот для игр это прям суперидеальный вариант. Мне нравятся эти карты, они классные, они повторяют тот же самый дизайн, но при этом пластик мешает показывать фокусы. Одна из самых основных черт колод Bicycle – это белая окантовка. То есть, по крайням, карт у нас вот такой вот белый бордюр. И во многих дизайнерских колодах Bicycle этот бордюр отсутствует. Например, у меня сейчас в руках Bicycle Heiden. И здесь у нас есть такая проблема, то что у карт нет белой обводки. Казалось бы, что в этом такого? Карты красивые, карты крутые, можно спокойно показывать фокусы, и при этом все будет круто. Но в чем проблема? Объясняю. Смотрите, если у нас нет белой обводки, и мы переворачиваем любую карту лицом вверх в колоде, а таких фокусов очень много, где мы именно используем с перевернутой картой, там в подготовке или уже в процессе фокуса, она будет выделяться в колоде, это будет прям очень сильно видно. Соответственно, подобные колоды хорошо подойдут для сдач, потому что когда мы делаем ложные сдачи, вы будете скрывать это с помощью как раз-таки отсутствия этой обводки. В идеале, конечно, чтобы это были карты наподобие B, ну что-то вот такое, где именно такая вот узористая рубашка, да. Здесь же это тоже поможет, но не особо. Поэтому применение для этих карт только одно, это коллекционирование, ну или просто трата денег, например. Также еще есть вариант, когда в дизайнерских колодах используются необычные лица. Допустим, цветовые решения, шрифты, узоры, все вот такое. То есть смотрите, вот вам пример плохого варианта для показа фокусов. Это Bicycle Street Art, это прям, наверное, самый худший пример. Чуть хуже, ну вот прям немножко, да, это Bicycle Ghost, потому что там масти не совсем обычного цвета, и зрители могут не понять, какую карту они держат в руке. Червовую или пиковую. Поверьте мне, я с этим сталкивался еще, когда показывал фокусы в школе. У меня была колода Bicycle Ghost, и человек не понимал, в чем фокус, потому что это не его карта, он запоминал другую, хотя он запоминал именно эту. Но есть примеры хорошей колоды дизайнерской, у которой есть такая особенность. То есть смотрите, Bicycle Tragic Royalty. Здесь у нас лица карт такого серо-зеленого цвета, что странно, да. Но опять же, и рубашка, и борты рубашки тоже такого же цвета. Соответственно, здесь нет проблемы то, что вы берете карту, переворачиваете, закидываете в центр колоды, и она как-то выделяется. Она не будет выделяться. Плюс нет проблемы. Здесь есть борты, просто они другого цвета. То есть все основные трудности здесь отсутствуют. Ну и, соответственно, здесь шрифты, цвета, самих мастей, значений карт абсолютно обычные. Соответственно, эта колода также подходит. В целом, если вдруг кто-то не понял, что я хотел показать этим видео, очень простую вещь. Ребят, не стоит тратить кучу денег на дизайнерские колоды, именно для того, чтобы показывать с ними фокусы. Просто поймите, что зрителю это нафиг не нужно. Они могут обратить внимание на вашу колоду в первые 15 секунд. То есть, о, блин, прикольная колода. Все потому, что они помнят колоды только вот такими, которые продаются в ларьке. Поэтому да, красиво, да, прикольно. Но в самом показе фокусов они просто не нужны. То есть эти карты, они ничего не дают, не делают вас какими-то крутыми или не помогут вам сделать фокус красивее. Просто поймите, это очень и очень просто. Я надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать этим видео. Опять же, если вы мой подписчик, обязательно поставьте лайк. Я проделал огромную работу именно в этом видосе. Старался сделать его необычным для своего канала. Ну а если вы здесь впервые, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну и с вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok